Добрый день дорогие друзья, с вами снова компания Кровмонтаж и я Мороз Алексей. Сегодня в нашем репортаже речь пойдет о лестнице, значит, о главной лестнице, которая ведет вход в дом, ну, скажем, где крыльцо. В принципе, это видео не касается нашей прямой профессиональной деятельности. Ну, так как у меня есть дом и я тоже что-то делаю, мастерю, я хочу с вами поделиться, как именно решил я проблему с входной лестницей. Так как позади меня дом с рук и бревна, соответственно, я думал в этом стиле, как сделать входную лестницу. Вот вы можете посмотреть, как я решил эту проблему. Смотрите, я считаю, что лестница получилась такая легкая, воздушная и в стиле дома, срубовая. Я сегодня поделюсь с вами, как я это сделал. Значит, ну, сразу хочу сказать, я не претендую своих видео, я не говорю, что это высший класс или так далее. Я делаю сам, может быть, это видео кому-то будет полезно. Ну, и начнем с самого главного. Так как мне построили дом, установили срок еще без окон, без дверей, я начал, когда выпиливать проемы окон, здесь окна у меня практически квадратные, с другой стороны они продолговатые и выпали бревна. То есть у меня еще появились дополнительные бревна. Вот у меня появилось большое количество бревен, которые еще остались. Я еще думаю, как их использовать в ландшафтном дизайне, тоже в этом стиле. Может, какие-то скамейки еще подумаю сделать. И так далее появились. Я выбирал самые крупные бревна и их распиливал вдоль, пополам. Это, значит, уже будут вот эти половинки являться ступенями для лестни. Ну, в принципе, пройдемте, я покажу дальше, как я делал на месте. Вы видите, я распустил бревна пополам вдоль. Есть инструмент вообще минимальный. Нужна бензопила и маленькая болгарка со шлифовочным диском по дереву. Я это все зашлифовал и уже когда лестницу сделал, потом покрасил пенотексом структурированным, чтобы подчеркнуть дерево и сучки и так далее, чтобы это было красиво. И эффект лака, то есть отталкивает воду и так далее. Теперь перейдем, как я это делал. Потому что фундамент у меня независимый от этой лестницы. Вот в этом месте я залил небольшой прямоугольный участок фундамента. Здесь видно. Где-то глубиной сделал песчаную подушку, заармировал и залил бетон глубиной там 40 сантиметров на песчаную подушку. Вот. И на песчаную подушку я заложил металлические закладные. Вот. И в основе несущей конструкции вот уголок 14. Не уголок, а швеллер. Массивный швеллер 14. Я там срезал, значит, рассчитал угол и на эти закладные приварил. В области дома вот я засверлил фундамент, забил туда арматуру, тоже закрепил, заварил с обоих сторон. И непосредственно на чем держатся ступени. Вот я заваривал вот таким образом уголки. Вот. И высверливал уголки в этом месте. И у меня загнаны глухоли, болты. И отсюда ключом с трещоткой втягивал. И лестница держится. За счет этого жестко сверху не видно ни мест креплений и так далее. И получилось. Вот на самом деле, друзья, я видел в интернете. Делают такие лестницы. Но вместо уголка используют тоже бревна. Но как-то громоздко мне не понравилось. Потом еще один недостаток, если используют бревна. Они гниют со временем. Именно несущие бревна. Их требуют потом со временем замены. У меня же швеллер несущей конструкции, он останется, он, во-первых, и прочный. Он останется надолго. Если по истечению там долгих лет, мне только придется заменить ступени, что очень проще. Я также откручу болты. Бревна у меня еще есть в запасе. И могу потом также сделать замену. Но надеюсь, это будет не скоро. И потом еще тоже, в принципе, такой... Есть какая-то в этом фишка. Ступени выглядят, так сказать, воздушными. Если вот массивные бревна там сделать, тоже широченные, ну вид будет совсем другой. Потом вот эта доска тоже. Тут получалась у меня пустота. Может, детская ножка сюда провалится и так далее. Я из лиственницы. Вот решил эту проблему. Наложил тоже доску и засаморезил с той стороны. Вот таким образом. вот, в принципе, я хотел вот этим поделиться. Да, вот и баня. В бане тоже таким же способом. Ну, уже бревна поменьше. На три марша я сделал лестницу. Тоже вот, я считаю, имеет право на жизнь. Вот, в принципе, вот такой элемент. И в завершении, друзья, я хочу тоже поделиться своими планами. И в следующем видео я вам покажу, как я решу проблему с обшивкой цоколя фундамента. Сразу, видите, так как фундамент сделан, но еще требует закрыть, облагородить это место. Я не штукатурный, плиточник и так далее. Все люблю делать сам. Я, конечно, камнем не смогу. Я в этой области не специалист. Ну, что я решил. Я буду в следующем видео, я обязательно, не в следующем, но обязательно покажу, как отделать цокольный сайдинг. Каким способом. Я буду строганые бруски обязательно покрою антисептиком, потому что они останутся внутри. И буду насверливать по шнурке, значит, на фундамент. И буду использовать вот такой толстый пластик, цокольные панели. Ну, это я просто взял для примера. У меня был остаток. Я буду делать под камень из бежевого кирпича. И буду монтировать. Лишнее я обрежу и покрою из металла, сделаю отливчик. Я считаю, это тоже будет красиво. Ну, это такие планы. Обязательно ждите. Я в очевидных видео посвящу этому отдельный репортаж. Итак, с вами была компания Кровмонтаж. Меня зовут Мороз Алексей. Оператор Василий. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите наши видео. Узнайте много полезного и интересного. Пока.